Я думаю, что в Керчи мы сейчас окажемся, но не физически, а больше даже, так сказать, морально. Ну что, уже с нами на прямой связи коллеги из Керчи, в которую так целится Александр Ткачев и мечтает туда попасть. С нами на связи Катя Рябова. Кать, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. В Керчи сохраняется режим повышенной готовности. Граждане относятся к этому с пониманием. И несмотря на вот такую теплую весеннюю керченскую погоду, все-таки предпочитают оставаться дома. Я напомню, что глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции на полуострове до конца месяца. Гражданам запрещается покидать жилище. Исключение сделано для людей, которые работают в организациях и учреждениях, чья деятельность не приостановлена. Они могут беспрепятственно направляться на работу, ездить домой, имея при этом подтверждающие документы. Кроме того, можно посещать магазины шаговой доступности, ближайшие аптеки, выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от дома, посещать пожилых родственников, доставлять им все необходимое, а также посещать дачные участки. За соблюдением режима в Керчи следят патрули Росгвардии, правоохранители. Они патрулируют различные районы города. Особое внимание при этом к людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Им строго-настрого запрещается покидать дом. И для того, чтобы обеспечить таких людей всем необходимым продуктами питания, лекарствами, в Керчи сформирован штаб волонтеров. Ежедневно работает около 40 добровольцев. Чтобы оставить заявку для получения всего необходимого, пенсионерам достаточно позвонить в единую диспетчерскую службу 112. И подробнее о том, как устроена эта работа, я предлагаю побеседовать с волонтером Керченского филиала некоммерческой организации «Добро мира волонтеров Крыма» Яной Шостак. Яна Шостак, волонтер Керченского филиала «Добро мира волонтеры Крыма». Спасибо, Катя. Доброе утро. Яна, доброе утро. Как дела обстоят в Керчи с волонтерами? Ситуация стабильная, волонтеров у нас много. Скажите, пожалуйста, как вы помогаете, допустим, людям преклонного возраста, которые сейчас не могут выходить из дома далеко, и вообще большому количеству людей оказывается поддержка и помощь именно от волонтеров? Заявки все поступают на единую службу, которая расходится молниеносно по нашим волонтерским штабам. Далее мы их распределяем по волонтерам и точечно отрабатываем каждую заявку. Но, несмотря на самоизоляцию, все наши граждане очень душевно и тепло воспринимают самоизоляцию и очень рады тому, что мы помогаем. Скажите, пожалуйста, Яна, а сколько человек в вашем, так сказать, десанте волонтерском? Более сорока. Что обычно просят пенсионеры? Какую помощь? Это купить продукты, может быть, либо что? Яна, вы знаете, меня мучает такой вопрос. Кстати говоря, он касается не только керченских волонтеров, а всех прочих городов тоже. Вот, например, как я могу понять, что это волонтер и не какой-нибудь бандит? Пришел какой-то парень, взял у меня деньги, пошел и не вернулся. Да, может быть, есть какие-то удостоверения. Как можно проверить или каким способом можно, скажем, оградить себя от такой? Каждый волонтер должен иметь при себе паспорт, удостоверяющий личность, и документы. Да, видим, видим. Да, наоборот. Если у волонтера нет документов, удостоверяющие личность, нет бейджика, то данному человеку открывать дверь не стоит. Скажите, а как выглядит? Сначала как утром деньги, вечером в стулья или наоборот? То есть, вот, например, приходит волонтер, ему бабушка дает деньги, и он идет, или он покупает за свои, а потом бабушка ему, так сказать, компенсирует? Мы работаем и так, и так. То есть, если у волонтера есть свободные деньги, он может пойти купить, далее уже принести заказ. А правда, вот я сейчас читаю в интернете, кстати, сегодня утром буквально видела в фейсбуке, что один из волонтеров, не вашего, скорее всего, Низ Керчи, говорит вам, что не все пенсионеры радушны с волонтерами, могут и бутылкой молока волонтера запустить. Вы с таким сталкивались, нет, ваши ребята? Слава Богу, мы с таким не сталкивались, нет, у нас люди все очень добрые, отзывчивые, и если они начали работать с одним волонтером, то обычно и просят все время только этого волонтера приходить. Ну и правильно. Спасибо большое. Яна, большое вам спасибо, спасибо вам за ваш очень нужный труд в эту непростую минуту. Напоминаю, у нас на связи была Яна Шосток, волонтер Керченского филиала «Добро мира, волонтеры Крыма».